Дорожное полотно Мы не только должны в разы просто увеличить количество бригад, которые должны работать, незамедлительно устраняя, так сказать, вот эти все безобразия на дорогах, но и ужесточить контроль за качеством этих дорог, этих ремонтных работ. Незамедлительно прекратите работы до тех пор, пока вы не проведете инструктажи, пока не разберетесь, пока не возьмете, так сказать, не примете экзамен у этих простых работников, что так работать нельзя. За словами губернатора последовали вполне ощутимые решения. Кадровые. Своего места лишился заместитель главы администрации Ульяновска Александр Черепан за то, что не смог обеспечить надлежащего состояния дорог. Сделали свои выводы дорожники. Количество ремонтных бригад на магистралях областного центра увеличилось с двух до девяти. Как заверил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков, со всеми работниками проведен полагающийся инструктаж. Им напомнили, что асфальт нельзя бросать в лужи. Перед началом работы яму нужно обезвоживать. За работой каждой бригады наблюдает мастер. Ответственность за правильность выполнения восстановительных работ лежит на его плечах. Найти яму на дороге в Ульяновске не составляет большой проблемой. Улица Карла Маркса, самый центр города. Дорога, как после бомбежки. Если такое происходит в центре, то что уж говорить про окраинные и внутриквартальные дороги. То, чем сейчас занимаются дорожники, называется ямочным ремонтом. Это не больше, чем полумера. Направлена она на спасение дорожного полотна от дальнейшего разрушения. Следом, в теплое время года должен уже пройти основной ремонт. Но и временные меры нужно делать с умом. Как же выглядят технологии ямочного ремонта? Это холодный асфальт. Асфальт, который позволяет работать при температуре от минус 20 градусов, но рекомендует не ниже минус 10, и до наступления положительных устойчивых температур. Горячим асфальтом мы можем работать, когда температура основания нагревается до плюс 10, только от этих температур. То есть данный материал, он имеет действительно пластичный такой вид, то есть он очень такой вязкий, густой. Он укладывается именно, используется для аварийных ям и именно как временные меры. Данный комментарий мы записывали на улицу Крыльницкого. На ней действительно трудятся дорожные рабочие. Но стоит свернуть на соседнюю улицу Федерации, как картина здесь открывается, мягко говоря, нелицеприятно. Снова ямы, снова водители транспорта стараются маневрировать, объезжая ухабы. Выбоины образуются быстрее, чем дорожники успевают их золотать. При этом нет никакой гарантии, что яма, которая уже подверглась аварийному ремонту, снова не начнет разрастаться. И поэтому дорожным службам ничего не остается, как давать такие советы. И, конечно же, рекомендации авторюбителям, профессионалы, они все знают. Тут я за состояние дорог, конечно же, прошу прощения, приношу извинения, но мало чем это поможет. Просто тем, кто недавно за рулем, не стоит, если ты уже попал на такую дорогу, в яму попал, не надо тормозить. Лучше проесться плавно на той скорости, которая была, и после на ровном участке тормозиться. А лучше притормаживать до участка, покрытого лужами где-то, и потихонечку его проезжать. Заделать один квадратный метр ямы стоит приблизительно 700-800 рублей. Счета, которые может выставить автолюбитель, попортивший своего железного коня на ульяновских дорогах, больше в разы. До сих пор идут судебные тяжбы с водителем из Самары, который выставил претензии городской администрации на кругленькую сумму. За все то же попадание машины в ухабы. Так почему же дороги не чинятся столь активно, как хотелось бы и горожанам, и чиновникам от транспортного управления? Парадокс на этом не заканчивается. Ежегодно увеличивается средство, направляемое на ремонт дорог, но ситуация меняется очень медленно. Мы приняли решение со Смекальным о том, что все равно максимально все деньги дадим на дороге. С 7 миллиардов, говорю, до 10 миллиардов увеличили. За два года увеличили в два раза, с 5 миллиардов до 10. 15-й год, 17-й год в два раза увеличили. Сколько еще денег надо? Кому еще дать им? Городская администрация обещает, что уж в этот раз обязательно все будет сделано в лучшем виде и на века. Мы уверены, что в этом году мы капитально отремонтируем все наши магистральные улицы, и таких проблем, как есть сегодня, на основных магистралях города уже не будет. Но почему же ульяновские дороги не становятся такими же прочными, как, например, древнеримские? Не одно тысячелетие служившие верой и правдой путников. Одну из причин в администрации видит в том, что подрядные организации не слишком хорошо справляются со своими обязательствами. Так, по итогам прошлого года, не приняли ремонтные работы на улице Розы-Люксембург. Слой асфальта там оказался тоньше нужного по нормативам. Разрушение дорожного покрытия есть и в районе путепроводов за Свияжей, и улицы Жуковского, на верхней террасе. Очинились они только прошлым летом. Свои проблемы имеются и на улице Красноармейской. В технологии было сначала выполнено асфальтирование, потом вырезали под люки, квадратное сечение, устанавливался люк, подкреплялся и заасфальтировался вокруг люка основания. Значит, сейчас мы видим самые плохие участки Красноармейской 4, два люка, здесь уже практически разрушены основания. И по остальным участкам где-то, ну, более половины люков тоже уже просадка идет. В ближайшее время подрядчик должен будет переделать работы. А чтобы такого впредь не повторялось, в администрации решили привлечь контроль над ремонтом общественности. И использовать при этом новейшие технологии. При уже капитальном ремонте у нас все площадки, где будет производиться ремонт, будут оборудованы веб-камерами, поэтому все будет открыто и все будет возможно посмотреть в онлайне. Не дожидаясь призыва городской администрации, на дороге вышли активисты партии «Единой России». На неделю они дали старт акции «Внимание, ямы». Единороссы начали обводить большие выборные светоотражающей краской. По мнению партийцев, таким образом можно привлечь внимание общественности и чиновников, а также предупредить водителей об опасности. Когда сообща это будем делать, когда количество людей будет негативно на эту проблему, внимание свое обострять, соответственно, проблема будет решаться. Потому что я считаю, чем больше людей будут показывать проблемные точки, тем быстрее администрация города будет это все исправлять. Действительно, сообща мы сможем решить эту трудную проблему. Нельзя, конечно, сказать, что дело находится на мертвой точке. Хороших, качественных дорог в последнее время стало значительно больше. И хочется верить, что одна из извечных отечественных бед все же со временем будет решена. Данил Ноздряков, Павел Макаров, Юрий Конейхин. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин